Здравствуйте! В этом видео вы увидите краткий контекст досократовской философии и ее основных авторов, чтобы в последующих видео вы смогли понять развитие философии в Древней Греции, а также каждого из наиболее важных авторов этого периода, конкретно и глубоко, охватив таким образом всю греческую философию. Греческая философия зародилась в греческих городах Малой Азии, Ионии, из первых размышлений досократиков, в центре внимания которых была природа, основанная на рациональном мышлении или логосе. Логос – термин, заимствованный из греческого языка и означающий слово как размышление, размышление или рассуждение, а также может пониматься как мысль. Целью досократовских философов было найти архе, или первый элемент всех вещей, происхождение, субстрат и причину реальности или космоса с помощью рационального объяснения. Поиск субстанции, которая оставалась бы постоянной, неизменной перед лицом изменений, превратился в поиск сущности в противовес видимости, всеобщего в противовес частному, что впоследствии заложило основу для последующих философских объяснений. Первые философы этого периода были манистами, то есть искали единый принцип или материальную основу реальности. Для Фалеса Милецкого, первого философа, согласно Аристотелю, вода была этой первоматерией, исходя из обнаружения окаменелостей морских животных на суше и того факта, что вода является основополагающей для питания и роста любого живого существа. Был греческим философом, математиком, геометром, физиком и законодателем. Он жил и умер в Милете, греческом полисе на Ионическом побережье на территории современной Турции. Аристотель считал его зачинателем Милецкой школы. Фалес из Милета также известен тем, что отказался от использования мифологии для объяснения мира и Вселенной, заменив ее вместо этого естественными объяснениями с помощью натуралистических теорий и гипотез, и считается инициатором греческих и западных научных и философских спекуляций. Анаксимандр считал неограниченное или неопределенное, которое он назвал опероном, из которого производятся противоположности природы, прежде всего холодное и горячее. Ему также приписывают составление земной карты, измерение солнцестояний и равноденствий, работу по определению расстояния и размеров звезд и утверждение, что Земля имеет цилиндрическую форму и занимает центр Вселенной. Для Анаксимандра принцип – это оперон, то есть неопределенное, неопределимое и неограниченное. То, что является принципом определения всей реальности, должно быть неопределенным, и именно оперон абстрактно обозначает это качество. Оперон вечен, всегда активен и полуподвижен, то есть движется сам по себе. Она бессмертна, неразрушима, безначальна и нетленна, и от нее рождается все сущее. Все уходят и все возвращаются в оперон, в соответствии с необходимым циклом. Из него выделяются вещества, противостоящие друг другу в мире, и когда одно из них преобладает над другим, происходит реакция, которая восстанавливает равновесие в соответствии с необходимостью. Для аноксимандра первоматерии был воздух – нейтральный принцип, подобный оперону, но обладающий свойствами. Воздух, по его утверждению, превращается в другие вещи посредством разрежения и конденсации. Разрежение – это процесс, в результате которого тело или вещество становится менее плотным. Редкость порождает огонь, а конденсация, как его противоположность, порождает ветер, облако, воду, землю и камни. Из этих веществ создаются все остальные вещи. Пифагор придерживался тезиса, что все вещи – числа, а это значит, что сущность и структуру всех вещей можно определить, найдя числовые отношения, которые они выражают. Пифагор также принадлежал к традиции софистов, придерживаясь новаторской идеи о бессмертии души и возможности переселения человеческой души после смерти в другие животные формы. Общее значение термина «софист» соответствует значению шарлатана или жонглера концепциями. Софист известен как специалист по риторике, который в Древней Греции занимался обучением значению слов. Софисты были группой философов в Древней Греции, которые преподавали в основном риторику в обмен на деньги. Гераклит, с другой стороны, рассматривал разумное становление Вселенной и постулировал разум, логос, как регулирующий принцип этого становления, поскольку он объединяет противоположности. Гераклит был досократовским греческим философом из Эфеса, города Веони, на западном побережье Малой Азии, на территории современной Турции. Работы Гераклита полностью состоят из афоризмов. Афоризм – это предложение, цель которого – выразить мысль в краткой, последовательной и, по-видимому, окончательной форме, афоризм точно очерчивает мысль. Он также был известен как темный из Эфеса и прорицатель, поскольку его стиль отсылает к предложениям Дельфийского оракула и воспроизводит реальность двусмысленным и запутанным образом, используя оксюмарон, антитезу и парадокс, чтобы дать представление о ней. Оксюмарон, в рамках литературных фигур в риторике, является логической фигурой, которая заключается в использовании двух понятий противоположного значения в одном выражении, что порождает третье понятие. Учитывая, что буквальное значение оксюмарона – противоположность, абсурд, например, во фразе «вечное мгновение» читатель или собеседник вынужден понимать метафорическое значение, в данном случае – это мгновение, которое, благодаря интенсивности переживаемого в его течении, заставляет человека потерять представление о времени. С другой стороны, антитеза – это противопоставление двух противоположных или взаимодополняющих понятий. Парадокс или антилогика – это идея, логически противоречащая или противоположная тому, что считается истинным по общему мнению. В риторике это фигура мысли, которая заключается в использовании выражений или фраз, подразумевающих противоречие. Парадокс также позволяет продемонстрировать ограниченность человеческого понимания. Для Гераклита реальность находится в вечном изменении, каждая противоположность стремится к своей противоположности. В процессе, имеющем порядок и меру, согласно Логосу. Как и его предшественники, он считал огонь, вечно живой, принципом или основой мироздания, хотя и понимал его как образ вечного становления, а не как материальный элемент, составляющий все сущие. Для Парменида из Илей, с другой стороны, реальность едина и неизменна. Парменид был греческим философом. Он родился между 530 и 515 годами до Эн, и в городе Элия, греческой колонии Магна-Греция на юге Италии. Насколько мы можем судить по сохранившимся свидетельствам, поэма Парменида представляет собой божественное откровение, разделенное на две части. Первая посвящена пути истины, где он рассматривает то, что есть или сущность, и приводит несколько аргументов, демонстрирующих ее атрибуты. Она не подвержена порождению и тлению и потому нерожденна и неразрушима. Это единственная вещь, которая действительно существует. Таким образом, отрицается существование небытия. Она однородна, неподвижна и совершенна. Вторая посвящена пути мнений смертных, где он рассматривает такие вопросы, как строение и расположение звезд, различные метеорологические и географические явления, происхождение человека, выстраивая целостную космологическую доктрину. Для Парменида существует бытие и нет небытия. Установив это, можно сказать, что изменение или становление невозможно, если нет небытия, невозможность которого доказывается логикой. Его аргументы в пользу этого тезиса были взяты на вооружение Платоном, чтобы обосновать свое разделение реальности на два царства – иллюзорное царство изменений и реальное царство постоянства. Аристотель также извлечет из своих аргументов три основополагающих принципа логики и искусства рассуждения. Парменид понимал разум как человеческую способность мыслить или рассуждать, как средство открытия существенных свойств бытия. Бытие, которое едино, неизменно, неделимо, несотворенно, нетленно и однородно. Для Парменида доверие к чувствам ведет нас по пути обмана и заблуждения, то есть по пути мнения. То, что действительно есть, является бытием, и как оно есть, может быть открыто нам только с помощью разума. Впоследствии некоторые философы начали искать более чем одно основание реальности. Среди этих философов-плюралистов видное место занимал Эмпидоку. Он основал учения о четырех стихиях, которые сохранятся в натурфилософии до 18 века – вода, огонь, земля и воздух, из которых движущие принципы «любовь» и «ненависть» слагают все вещи. Анаксагор, в свою очередь, утверждал, что все состоит из крошечных частей, которые он называл гомеомерами и упорядочено интеллектом, называемым «наус». Атомисты представляли собой наиболее важную плюралистическую школу, оказавшую большое влияние на физику после аристотелевского периода. Ее основатели – Лейцеп и Демокрит – представляли реальность, состоящей из двух типов пространства – пустого и заполненного, которое было бы материей. Последний состоит из атомов, которые, как следует из названия, являются неделимыми частицами. Все видимые вещи состоят из атомов, связанных между собой, что объясняется их различной формой. Но эти связи возникают только тогда, когда они сталкиваются в случайных движениях в пустом пространстве. Следующее видео, в рамках древнегреческой философии, мы разберемся с классической греческой философией, софистами, Сократом, Платоном и Аристотелем. Для просмотра других видео по истории, мифологии и философии посетите мой канал в описании видео.